Я юный пионер СССР перед лицом своих товарищей, торжественно обещая горячо любить свою родину. С этих слов начиналось обещание и торжественная клятва советских школьников, вступающих в ряды пионерии. Спустя десятилетия текст изменился, но смысл остался прежним. Строить свое успешное будущее. Строить свое успешное будущее. Быть добрым и позитивным человеком. Быть добрым и позитивным человеком. О том, кто такие пионеры и чем они занимались, юным нефтеканцам, которые сегодня стали частью городской детской общественной организации «Радуга», рассказывали родители. Школьники гордятся своим новым статусом и хотят стать примером для своих сверстников. Мама рассказывала когда-то. Я поняла, что пионеры должны быть активными, добрыми, помогать всем людям, пожилым, кто нуждается в помощи. У меня сестра пионер и моя подруга Лера тоже пионер. Пионеры должны выполнять свою работу, помогать старшим, младшим. Родители говорили, чтобы я был достоин пионера. У меня папа и мама были пионерами. Они думали, что уже сейчас нету пионеров. А когда я сказала, что я хочу пионером быть, они сказали, конечно, если хочешь. Я хотела стать пионером из-за того, что мои родители тоже были пионерами. Они меня готовили к этому дню. У меня мама тоже была пионером, но она тоже хотела, чтобы я был тоже ему. Я хочу стать пионером, чтобы быть всегда первой, помогать во всем и быть за справедливость. Активность в сквере Победы в четверг днем привлекла горожан. Став случайными свидетелями торжественного мероприятия, они вспоминали, какой была пионерия в Советском Союзе и что значило для них. Интересно же, как красиво одеться. Когда учились, белый фартук, мы тоже ходили. Интересно было. Галстук, все одинаковые одежды, мы тоже ходили. Были тогда другие времена, вообще советские времена. Старших уважали все, помогали старшим. Ну, это хорошо, да, конечно же, забывать не надо истории. Это же истории. Да, я считаю, нужно. Мы все равно как-то относились по-другому и к жизни, и к обществу относились по-другому. И сейчас только сыну рассказывал, когда мы были пионерами, у нас были красные галстуки. Пусть современные галстуки, которые сегодня пионерам повязали старшие товарищи, отличаются расцветкой, но они по-прежнему остаются символом единства поколений. Вступив в ряды городской организации, у пионеров появляются новые задачи и цели. Цель принятия в пионеры – это развитие интереса к деятельности пионерской организации, развитие творческих способностей, организация свободного времени школьников. 17 мая ряды городской детской общественной организации «Радуга» пополнили 324 школьника. И таким образом, сегодня в Нефтекамске 1905 пионеров. Все они автоматически становятся частью российского движения школьников. Марина Медвинская, Лишат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин